Пресс-конференция Владимира Владимирова прошла в Москве, поэтому чаще всего звучали вопросы, интересные именно федеральной аудитории. И темой номер один стала борьба с коронавирусом. Тем более, что у Ставропольского края есть уникальный опыт, как противостоять инфекции и наладить реабилитацию после болезни. У нас 41 тысяча человек уже прошли реабилитацию постковидного периода. То аппаратурное оформление, которое есть сегодня в санаториях, оно позволяет. Лишь только методические рекомендации, затвержденные Минздравом, это уже сегодня все имеется. И фактически мы поручение, которое нам президент дал, уже выполнили. И я об этом президент уже докладывал о том, что мы в санатории Ставропольского края готовы к проведению всех процедур, для того, чтобы человек не чувствовал тяжесть от перенесенной коронавирусной инфекции. А вот вводить так называемый локдаун на Ставрополье не планируют. И ведь ситуация в крае, конечно, остается непростой. Действуют масочные режимы, ограничены массовые мероприятия. Но угроз для экономики все же нет. К сожалению, сегодня ситуация не позволяет нам открыться полностью, хотя основные элементы экономики работают. И мы стараемся максимально уйти от этого слова локдаун, хотя, наверное, на самом деле, от остановки экономики. Сейчас, ну, не хочется загадывать, но я думаю, что ситуация уже более-менее стабильная. О стабильности и даже росте экономики говорят о цифре. Объем инвестиций вырос на 38%. Только в санатории они составляют 21 миллиард рублей. А есть еще промышленность, ветрогенерация. Инвесторы вкладывают средства в овцеводство. Да и урожай зерновых в этом году не подкачал. Мы закончили уборку урожая. Имеем фактически 30% прирост объема произведенного продукта по зерну. И прямо вот спасибо природе, спасибо погоде. Она нам помогла в этом году избежать засухи и проблем прошлого года. Впрочем, у обычных створопольцев экономика начинается с похода в магазин или на рынок. Там они покупают продукты и не хотят переплачивать за мясо, молоко или овощи. Владимиров уверен, нужна политика контроля за ценами, чтобы накрутки коммерсантов не били по семейному бюджету. Ну а пока такого федерального закона нет, в крае применяют другие способы. Например, проводят ярмарки выходного дня, где можно купить продукты прямо от производителя. Цены на овощи обсуждали и на площадке «Единой России». Глава региона поручил принять комплекс мер, чтобы подорожания на тот же борчевой набор не было. Вот у нас есть перечень лекарственных препаратов, которые государство регулирует цену. Он есть, он огромен. И государство здесь вмешивается. Почему в продукты питания они вмешиваемся, я не понимаю. И люди это очень просят. И на самом деле я это буду очень сильно поддерживать. Ну а чтобы вести семейный бюджет было проще, в крае действуют социальные выплаты. Их 16 видов. 9 финансируются из регионального бюджета. В этом году выросло школьное пособие для многодетных семей. До 5 тысяч на ребенка. Решить жилищный вопрос многодетным семьям тоже стало проще. Им дают земельные участки или помещения из краевого фонда. Президент Вектор задает очень верный. Мы должны сегодня заботиться о будущем. О будущем только в детях. И в том, чтобы в России не уменьшалась численность населения. Поэтому и Ставропольский край точно этим трендом будет соответствовать. Был вопрос и про Олимпиаду в Токио. Губернатор рассказал, что делается для того, чтобы улучшить результаты Ставропольцев. Например, благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» регулярно занимается спортом почти каждый второй житель края. Давая возможность общему спорту развиваться и поддерживая уже профессиональных спортсменов, я уверен, что вот эта идея и эта идеология приведет к тому, что все-таки золотые медали на Ставрополье будут. А еще приобщиться к спорту можно, хорошенько нажав на педали. У губернатора спросили о проекте Ковминводского велотеренкура. Владимиров отметил, он безопасен для экологии. Трасса пройдет по старым рудным дорогам. При этом велотрасса будет соответствовать мировым стандартам и станет уникальным местом здорового отдыха. Фактически ты сел на велосипед в Железноводске, а выехал на месте Дури Лермонтова на велосипеде. При этом, наслаждаясь видами всего, всех Ковминвод, ну просто это надо видеть, у тебя все Ковминводы как на ладони. Каждый городочек просто, ну знаете, как новая, не знаю, там, как звездочка. И ты все это видишь. Не обошлось и без личных вопросов. Губернатор попросили поделиться опытом, как провести себя в отличную физическую форму. Владимиров ответил, главное верить в себя, заботиться о здоровье и быть готовым к переменам, к лучшему. Леонид Нечапуренко, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.